Приветствую друзья! В сегодняшнем ролике речь пойдет о небезосновательно редком токарно-карусельном станке производства Франции, а точнее город Лион. Станок носит название S2F Kodima и состоит из большого количества спорных конструктивных решений, хоть и выполнены все детали станка на достойном уровне. По сути, станок разрабатывался для использования в производстве кабельного оборудования, но даже несмотря на его узкую специализацию, он обладал довольно сомнительными достоинствами. Ну а об этом поподробнее. Станок поставлялся в комплекте с тумбой, где находилась вся необходимая электрика, о чем свидетельствует тумблер для включения станка и изменения направления вращения шпинделя. Также в переднелевом углу стола находился винт натяжки клиновидного ремня. Станины у станка фактически не было и весь упор находился на креплении передней бабки к тумбе. И вы, возможно, будете возмущаться, ведь такие станки вы видели и раньше и они довольно неплохо показали себя в работе. Однако в данном случае инженер явно не находился в трезвом состоянии в момент разработки. Направляющая станка состоит из полой трубки диаметром 40 миллиметра, которая крепится одним концом к передней бабке. Также должен отметить, что направляющая довольно длинная для такого типа станка. Некоторые обладатели сия чуда уже ощутили необходимость ее укорочения при появлении вибрации при работе, а также при постоянном изменении локализации центра задней бабки относительно с центра заготовки. А происходило это потому, что направляющая загибалась к низу со временем. И это происходило не из-за тяжелых условий работы станка, а из-за неправильного учета груза задней бабки и узла продольной подачи. Однако же инженеры не глупые, они добавили еще одну направляющую только меньшего диаметра спереди. По их задумке, данная направляющая должна была стать опорой для суппорта продольной подачи, ведь на одной направляющей без опоры суппорт же не будет держаться. Ну и заодно увеличится жесткость главной направляющей. И все бы неплохо, если бы не крепилась данная балка на двух кронштейнов к передней бабке при помощи болтов, которые откручивались во время работы из-за дребезжаний. При этом разбивался гужон. Ну а последствия вы представите и сами. Задний конец передней направляющей крепился также через кронштейн к заднему концу задней направляющей. И тут вы заметите интересный регулируемый упор, закрепленный к довольно качественно выполненной задней бабке. Довольно логично, этот упор не даст бабке прокручиваться вокруг направляющей и вываливаться впереди. Однако, что держит ее от вываливания назад? А вот этот болтик. И я бы все понял, если бы вдоль направляющей был профрезерован какой-то канал, куда бы этот болт упирался. Но нет, направляющая абсолютно гладкая. Между направляющими проходит ходовой винт. Все маховики оснащены качественными лимбами. Довольно качественно выполнен суппорт и поперечная подача. На задней поверхности передней бабки находится насос для охлаждающей жидкости. И все это создает неимоверный диссонанс конструкции и конструктивности данного агрегата. Мне очень интересно ваше мнение на этот счет. Напишите в комментарии, что вы об этом думаете. Ну а на этом я закончу. Спасибо за внимание. Всем пока.